Март. Среда. Мы с Роули и другими патрульными наслаждались бесплатным горячим шоколадом в столовке, когда по радио прозвучало объявление. «Роули, Джефферсон, немедленно пройдите в кабинет мистера Вински». Роули пошел к мистеру Вински. Когда он вернулся через 15 минут, вид у него был весьма пришибленный, если не сказать потрясенный. Оказалось, что мистеру Вински позвонил кто-то из родителей и сказал, что видел, как Роули терроризировал детсадовцев вместо того, чтобы провожать их домой. И мистер Вински был страшный из-за этого зол. Роули сказал, что мистер Вински орал на него минут 10 и заявил, что подобные действия порочат звание патрульного. И знаете, я, кажется, догадываюсь, в чем дело. На прошлой неделе Роули надо было идти на контрольную на четвертом уроке, так что я провожал детсадовцев сам. Тем утром лил дождь, и на дорогу выползло полно дождевых червей. Ну, я и поприкалывался над детишками. Какая-то тетка увидела, что я делаю, и стала кричать на меня. Я узнал ее, это была миссис Ирвин, приятельница мамы Роули. Наверное, она подумала, что я, это и есть Роули, потому что на мне была его куртка. Но я и не собирался ее разубеждать. А потом я вообще об этом забыл. До сегодняшнего дня. Как бы то ни было, мистер Вински сказал Роули, что завтра утром ему придется извиниться перед детьми, и что он на неделю отстранен от должности патрульного. Я понимал, что мне нужно пойти и сказать мистеру Винске, что это я пугал детей червяками. Но я был не готов вот так взять и сразу прояснить ситуацию. И потом, если я признаюсь, я потеряю горячий шоколад по утрам. И мысль об этой потере заставила меня промолчать. За ужином мама просекла, что меня что-то гложет, и зашла ко мне в комнату поговорить. Я сказал, что попал в сложную ситуацию и не знаю, как поступить. Надо отдать маме должное, она не стала вытягивать из меня подробности, просто сказала, что я должен попытаться поступить правильно. Потому что именно выбор, который каждый из нас совершает, делает нас тем, что мы есть. Я прикинул, что совет неплохой, но что делать завтра, пока не понял. Четверг. Я не спал всю ночь, ворочался и пытался разобраться в случившемся. В итоге я принял решение. Я решил, что правильный поступок будет дать Роули шанс поработать на команду. То есть один за всех. По пути из школы домой я рассказал Роули всю правду, что это я бегал за детьми с червяками. Потом еще я сказал ему, что мы оба можем извлечь уроки из происшедшего. Я больше не буду безобразничать. У дома миссис Ирвин, а он, Роули, должен будет в следующий раз трижды подумать, прежде чем одалживать свою куртку. Но, честно сказать, по-моему, Роули как-то не очень врубился в то, что я хотел до него донести. Мы собирались потусить возле школы, но он сказал, что ему нужно поспать. Что ж, я его не виню. Если бы не горячий шоколад с утра, я тоже бы захотел спать. У каждого свои слабость. Когда я вернулся, мама встретила меня у дверей. Ну как, ты сумел поступить правильно? Да. Мама отвела меня в кафе-мороженое, чтобы отметить мой верный поступок. И я подумал, что иногда совсем неплохо слушать то, что говорит тебе мама. Вторник. Сегодня по радио было очередное объявление. В глубине души я прикидывал, что это может случиться. Грег Хефли, немедленно зайдите в кабинет мистера Вински. Эх, чувствовал ведь я, что история еще не закончена. Мистер Вински был буквально взбешен. Анонимный источник сообщил ему, что на самом деле это я виноват в инциденте с червями. Он сказал, что снимает меня с должности патрульного немедленно. По мне так тут и детектив не нужен, чтобы вычислить, что Роули и есть тот самый анонимный источник. Никак не могу поверить, что Роули взял и предал меня. Пока меня разносил мистер Вински, я сидел и думал, что надо бы прочесть моему другу лекцию о верности и предательстве. Сегодня же Роули приняли обратно в патрульное. Не прикиньте, он даже получил повышение. Мистер Вински сказал, что Роули выказал достойное поведение в условиях несправедливо выдвинутых обвинений. Я хотел было всерьез проучить Роули за то, что он вот так меня сдал, но потом я кое о чем вспомнил. В июне все офицеры патруля безопасности едут в лагерь шесть флагов, и им разрешается взять с собой друга. Так что мне надо убедиться, что Роули знает, кто этот самый друг. Вторник. Как я уже говорил, самое ужасное в том, что меня выкинули с патруля, это то, что по утрам у меня теперь нет шоколада. Каждое утро я подхожу к задней двери столовки, чтобы дать Роули шанс поделиться со мной. Однако, то ли он внезапно оглох, то ли слишком увлечен тем, чтобы подлизаться к другим офицерам патруля. Меня он не замечает в упор. На самом деле, я вдруг понял, что в последнее время Роули совсем ко мне охладил. И это печально, потому что, если я правильно помню, это ведь он меня выдал. И хотя Роули вел себя все последнее время, как натуральный придурок, сегодня я попытался с ним помириться. Но это тоже не сработало.